Всем привет! И недавно совсем я была в торговом центре Ходила по магазинам И вышла просто кучу магазинов Но ничего не купила И раньше для меня это было сложно Вот так вот пройтись по магазинам Ничего не купить, а что-нибудь да покупала Потому что у меня было какое-то маниакальное желание Купить эту вещь Какую-либо вообще просто, наплевать, любую И я подумала, как я избавилась от этого Как я пришла к тому, что я больше не покупаю Нужные мне вещи И хотела с вами поговорить о правилах шопинга О правилах похода в магазины За одеждой, в частности Потому что часто мы покупаем вещи Которые никогда не будем носить Тратим на это деньги, открываем шкаф И понимаем, что нам абсолютно нечего надеть Хотя у нас куча вещей есть в шкафу На вешалках, на полках Но мы не знаем, что нам надо надеть И это чаще всего связано с тем, что мы неправильно покупаем И неправильно относимся к шопингу Так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь И давайте начнем Первое правило, которое я действительно считаю Вот правилом топ-1 В магазин нужно ходить одному Никаких подружек, парней, бабушек, мам И вот всех-всех-всех, кто с нами всегда хочет пойти в магазин Магазин это не какая-то прогулка Или вот какое-то приятное время Которое вы можете провести с людьми, с которыми давно не виделись Если вы хотите провести с ними время, отправьтесь там в кафе, в кино, куда угодно Но не на шопинг Почему? Потому что вы все равно ходите с каким-то человеком, с другим У которого другое мнение на то, что вы берете Он может на вас повлиять своим решением Он может вам сказать, что это вам не идет, это вам не подходит А вам будет нравиться, но под его влиянием вы это не купите Или купите то, что вы вообще не хотели Поэтому в магазин всегда идите в одиночестве Так удобнее, так быстрее Не нужно за собой никого таскать, не нужно никого ждать И это, собственно, самое разумное решение Я считаю, что это правило прям топ-1 Следующее, это тоже очень важное правило Перед тем, как идти в магазин, нужно провести анализ своего гардероба Или, как еще часто говорят, разбор гардероба сделать Я вообще считаю, что нужно его делать хотя бы раз в сезон То есть весной, летом, осенью, постоянно его делать в начале каждого сезона И если вы разбираете гардероб, вы видите, чего у вас не хватает Если вы вот так каждое утро открываете шкаф и не знаете, что вам надеть И у вас нечего надеть Самое время разобрать гардероб и что-то докупить Или вообще полностью его сменить Потому что это такой тревожный звоночек, когда у вас много вещей Но вы из них ничего не можете составить Не можете никуда одеться нормально И постоянно носите, например, один и тот же свитер Потому что он удобный, он ко всему подходит Так вот, разбирайте гардероб и смотрите конкретно, чего у вас нет Какие у вас есть комплекты, какие у вас есть юбки, платья там Свитеры, кофты Возможно, у вас просто огромное количество однообразных вещей То есть, например, там 50 белых футболок Или очень много одинаковых джинсов И вы постоянно думаете, что вам нечего надеть Просто потому что вы носите одно и то же Хотя вроде вы покупаете, но ничего не меняется Когда вы разберете гардероб, вы будете точно знать, что вам нужно купить И не пойдете в магазин уже с мыслью о том, что Ну, мне нужно купить что-нибудь Вот просто что-нибудь, какую-нибудь очередную вещь Возможно, не нужную, возможно, такую же Каких у вас уже миллион Вы будете точно знать, что вам нужно докупить Например, к вашей юбке, которую вы ни разу не надевали Потому что к ней просто нет вещей И вы купите какую-нибудь блузку Или там пояс, или какие-либо аксессуары То есть, вы будете знать конкретно, что вам нужно купить И это очень важно Следующее Когда вы все разобрали, посмотрели Самый классный способ зайти в интернет И начать смотреть ассортимент магазинов Ваших любимых, в которые вы обычно ходите Или в которые вы собирались пойти Вы смотрите по геолокации Обычно там так и бывает Вы ставите там ваш город И смотрите, где в наличии какие есть вещи И отмечаете их Там, например, можете сделать скрин этих вещей Сфоткать их или еще что-то такое сделать Приходите в магазин уже с конкретной вещью Вам не нужно заморачиваться, чтобы просматривать Все абсолютно в магазине Все вот эти вешалки, полки Потом очередь очень долго ждать Вы сразу приходите, говорите Мне надо эту вещь Вам ее приносят Вы ее берете, меряете и покупаете Все очень просто и так намного быстрее Очень классно экономит время Ваши нервы и силы Если вы ненавидите ходить по магазинам Так же, как я У меня все время жарко Я не хочу переодеваться Не хочу ничего смотреть Не хочу стоять в очередь И вот это очень круто Вы будете быстрее всех в магазине А еще лучше просто все заказать онлайн И все Вообще никуда ходить не надо Очень удобно Но если же вы хотите прогуляться Если вы любите этот процесс Ходить по магазинам, на шопинг Все примерять То, когда вы приходите в магазин Берите только то, что вам нужно Вот вы пришли И вы знаете, что вам нужно Скажем там Ну какую-нибудь блузку к вашей юбке Ищите только эту блузку Не смотрите все вещи Не смотрите там Просто какие-то непонятные брюки Другие юбки Или что-то такое Смотрите только вашу блузку А то бывает так Что вы пришли Не нашли то, что вам нужно в магазине Но тут по скидкам что-то было И вы думаете Ну как такие же скидки Там 50% или 40% Ну в общем Большие скидки И покупаете просто вещи на скидках Но так и не находите то, что вам нужно А деньги уже потратили И в итоге опять У вас будет куча ненужных вещей Которые вы просто не будете знать С чем сочетать Следующее Когда вы берете какие-то вещи В магазине То лучше сразу Смотреть с чем они будут сочетаться Если вы берете какую-то там Вещь Блузку, юбку, что угодно Вы должны понимать Что эта вещь должна сочетаться Хотя бы Ну с двумя Какими-то комплектами одежды Которые у вас уже есть Дома Потому что иначе Если она сочетается С каким-то одним праздничным комплектом Вы будете надевать ее Примерно раз в два года И все И так же она у вас будет лежать И никуда вы ее не будете носить Так что Как минимум С двумя комплектами Она должна у вас Эта вещь сочетаться Мы все обожаем распродажи Когда мы видим распродажи Мы просто бездумно бежим И все скупаем Все, что нам нужно и не нужно Но я считаю Что на распродажах Очень правильно покупать Какие-то базовые вещи Потому что Такие базовые вещи Которые вы носите каждый день Которые вам прослужат еще много лет Которые вы реально используете И они реально вам будут пригождаться каждый день Можно купить на распродажах Подороже, но качественнее Следующий совет Трендовые вещи То есть тренды сезона Часто бывают уже через несколько месяцев Не актуальными Поэтому не тратьте на них огромные деньги Вот если вы хотите какую-то супертрендовую вещь Я не знаю Просто возьмем, к примеру, узкие очки Вот были очень популярными Сейчас уже немножко стали антитрендом Если вы хотите, например, какие-то узкие очки Не можете, хотите быть в тренде Найдите на китайских сайтах Вещи на китайских сайтах часто и носятся всего один сезон То есть их качества хватает буквально на немного Но иногда бывают очень качественные вещи Но супертренды Не нужно покупать дорого Не нужно искать какое-то офигенное качество для этих трендов Потому что они вам будут не нужны через несколько месяцев Самые такие оптимальные китайские сайты У которых цена и качество, в принципе, нормальные Хорошо соотносятся И в целом вещи не какие-то там уж ужасные И вообще, которые невозможно носить Это Ромби, это Шин Я думаю, что вот это такие самые оптимальные сайты Посмотрите там Но в крайнем случае можно на Алиэкспресс что-нибудь найти Следующий совет Не покупайте вещи на потом То есть вы меряете что-нибудь примерочное Вы не знаете, с чем это сочетать сейчас Вы не знаете, как это вписать в свой гардероб Какие комплекты, которые у вас уже есть И вы думаете Ну вот потом, когда-нибудь я докуплю к этому что-нибудь Или потом, когда-нибудь я надену это на свадьбу Или я похудею к лету, смогу это носить И так далее Не совершайте такие покупки Что вероятность того, что вы это никогда в жизни не наденете 99% У меня так всегда бывало Я покупала какую-нибудь вещь, думаю Ну вот я что-то не знаю, с чем ее сочетать Но она такая классная А может еще и на скидке Ну такая яркая И я думаю, ну потом Я там к ней чего-нибудь докуплю Летом ее буду носить Или, не знаю Потом куда-нибудь на праздник ее надену На выход И в итоге, если это какая-то трендовая вещь Она становится неактуальной там через пару месяцев И все Вы к ней ничего не докупили Вы просто потратили деньги впустую У меня так было с одной вещью Я купила в Манго Пончо с бахромой внизу Я купила эту вещь не на скидке Это был просто какой-то глобальный тренд Года 4 назад Вот эти пончо И мне очень нужно было Я зашла и думаю Ой, какая классная вещь Какая крутая Я купила зимой Потому что зимой она была дешевле Чем она стоила бы весной И я купила это пончо с бахромой Черное, длинное Классного качества Все супер По-моему, мне это пончо даже стоило Тысячи 4 или 5 тысяч рублей Для меня это было тогда очень дорого Для такой вещи Но я все равно купила Мне хотелось Что вы думаете? Зимой в это вещи, конечно же, ходить невозможно Ну куда? Пойдешь в пончи зимой К весне эта вещь стала уже неактуальной Все Деньги просто были выброшены на ветер И сейчас я это пончи использую Как покрывало для кровати Потому что никакого другого применения Для этой вещи я не могу найти Если вы идете по магазинам Обязательно сделайте себе макияж Который вы делаете себе на каждый день И уложите волосы, как вы их обычно укладываете Потому что когда вы будете мерять одежду Вы должны видеть образ целиком Как это будет на вас смотреться С вашим обычным макияжем С вашей обычной прической Как это вообще вписывается в ваш образ И так далее Ну и, конечно же, вы должны нравиться Себе в зеркале Потому что вот у меня даже так часто бывало Когда я иду без макияжа С какой-нибудь там несвежей головой По магазинам Я все меряю И мне все кажется ужасным Все кажется некрасивым каким-то Потому что какие-то недостатки в себе Тебя начинают бесить И одежда тебя начинает раздражать Следующее правило Не покупайте вещи тех цветов Которые вы никогда не носите Для меня этот зеленый цвет Я ненавижу такой зеленый, знаете, цвет Вот как трава Потому что мне кажется, он очень простит Он мне не идет И у меня в гардеробе вообще нет вещей зеленого цвета Я никогда их не покупаю Потому что я знаю, что я не буду это носить И какая бы вещь не была крутая Там трендовая или еще что-то Зеленый это абсолютно не мой цвет То есть вам вроде бы нравится фасон Вам вроде бы нравится, как это выглядит Но вам не нравится цвет Не покупайте Не ищите компромиссы Вы это никогда в жизни не наденете Ну и последняя вещь, которая должна была быть В моем топе, наверное, первой Это определить бюджет Который вы готовы потратить Если вы определили там, скажем 3000 рублей Вот вы должны искать вещи Именно вот в рамках вашего бюджета Не надо смотреть там уже юбки За 10 тысяч рублей Если у вас есть только 3 Не нужно давать им никаких компромиссов Этим юбкам за 10 тысяч Вот у вас есть 3 В 3 вы должны уложиться И тогда вы не будете тратить больше денег И тогда вы не будете совершать необдуманных покупок Потому что вы будете искать конкретно ту вещь Которая вам нужна И будете придерживаться рамок своего бюджета Если вам понравилось это видео Не забывайте ставить вам пальчик вверх Напишите, как вы ходите на шоппинг Любите ли вы больше онлайн шоппинг Или такой оффлайн Я, конечно же, за онлайн шоппинг Ненавижу ходить по магазинам Все это примерять Надевать Снимать В очередь стоять Это для меня пытка какая-то Я никакого кайфа от шоппинга вообще не испытываю Особенно если это выходной день В торговом центре Огромное количество людей Что ты не можешь спокойно себя вообще В этой атмосфере ощущать Так что, да Увидимся очень скоро Заглядывайте ко мне в инстаграм Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok